Моющие средства, постельное белье, спецтехника и многое другое. 11 машин с гуманитарным грузом направили в муниципалитеты Самарской области и соседний Оренбургский регион, где жители серьезно пострадали от паводка. Неравнодушные самарцы не остались в стороне и решили помочь людям, оказавшимся в беде. Федерация профсоюзов Самарской области передала пострадавшим насосы и тепловые пушки, чтобы вымыть и просушить все, что попало под воду. Все проблемы можно пройти, если вы вместе, если чувствуется плечо земляков, которые помогают. В рамках работы общественной палаты эти вопросы удается решать очень оперативно. Мы всегда помогаем людям, поэтому наши общественные организации, как общественная палата и профсоюзы, союз женщин, нотариальная палата, торговая промышленная палата, всегда в строю и мы благодарим членов палата, которые помогают нам. И мы осуществляем помощь тем людям, которые нуждаются в этой помощи. Присоединились к помощи и другие регионы. 200 килограммов концентрированного моющего средства передал Новосибирский завод бытовой химии, который вышел с инициативой направить продукцию пострадавшим от паводка районам. Мы смогли быстро, буквально в течение нескольких дней это организовать. И мы сегодня понимаем, насколько это важно. Понятно, что паводок уже пошел на убыль, но мы понимаем, насколько дорога ложка к обеду, поэтому сегодня в 10 муниципальных образований, которые пострадали от паводка, мы отправляем все, что они попросили у нас. Естественно, мы предложили нашим соседям из Оренбурга, они тоже подъехали за моющими средствами, которые, кстати, производит Новосибирский завод бытовой химии, но на территории Самарской области мы это отгружаем. И это тоже поможет им привести себя в порядок. Помимо этого загрузили одежду и игрушки для семей с детьми. Это неоценимая помощь, поддержка со стороны Оренбургской области. Благодарность жителям Самарской области, города Самара и, конечно, общественной палате Самарской области. И всем организаторам этой помощи всем огромное спасибо. В Оренбурге за сутки уровень воды в реке Урал снизился на 39 сантиметров, но остаются подтопленными более 6,5 тысяч домов. В Самарском регионе, по информации областного главка МЧС, подтопленными остаются 4 моста, 173 дома и более тысячи приусадебных участков. В Богатовском районе введен режим ЧС и еще в 12 муниципалитетах режим повышенной готовности. Люди не остаются в стороне и вся необходимая помощь по мере поступления заявок будет отправлено. Светлана Кудрявцева, События.